Товарищи, всем здорово! Вы на канале Автосовет, с вами Юрич. У нас сегодня отличный автомобиль будет в видео. Это BMW X5 в 70-м кузове, естественно. Это не простой X5, он на дизеле. И, в общем-то, это очень мощный автомобиль. Здесь по паспорту 381 кобыла. Ньютонометров здесь как большая бутылка водки. Здесь 740 ньютонометров крутящего момента, между прочим. Соответственно, эта машина очень дурная. Мы на ней, естественно, прокатимся, передам какие-то ощущения зверские. Паспорт это все хорошо, но автомобиль прошит, у него коробка прошита, двигатель у него прошит. Сейчас, на данный момент, у него 450 лошадей около того. И выезжает из сотки он из 5 секунд в легкую. Субтитры сделал DimaTorzok. Давайте посмотрим, что за машина, познакомимся с владельцем. И он расскажет, сколько стоит владение таким зверским агрегатом. Это Виталя. Виталь, здоров. Первый вопрос будет не про машину. Дабы пресечь все комментарии, типа, чтобы тебя не обидеть, но пишут, насосал, папка подарил и так далее. Сколько тебе лет? Первый вопрос. Мне 35 лет. Человеку 35 лет, не 18, как вы любите писать, что вот ему, блядь, купили машину, он сам на нее заработал. Теперь, когда, значит, все разногласия на нас уяснены, сколько владеешь, какой пробег? Два года, приблизительно около сотки пробег. Что еще? Третий вопрос. Сколько пива выпил уже? Немного. Немного. Хорошо. Скажи, что делал с машиной с момента покупки? Она была в стоке, как ты ее купил? Да, да, да. Была в стоке. После того, буквально год назад, наверное, в апреле, немножечко прям перебрали по кругу ее. По кругу, по косметике ты имеешь в виду? Нет. Все, ходовую. А, по технической части. Все, все технику, да, перебрали. Вот, то есть двигатель перебрали, перебрали всю ходовую, все сделали хорошо. Обошлось это порядка 350 тысяч. 350 тысяч, а купил ты ее в семнадцатом году? Две триста. За два триста купил, еще 350 косарей ты сюда ввалил, чтобы комфортно себя чувствовать и быть уверенным в этом автомобиле. Второй, самый популярный, я думаю, вопрос, какой расход, если спокойно ездить? Если спокойно, я думаю, в районе десятки. 10 литров, если ездить... Это после даже того, что... После того, как прошел. Здесь сделали, да. Учитывая, что это автомобиль не для того, чтобы на нем просто ездить, сколько расход? Ну, вот, вдавливать? Ну, я думаю, не больше 14. 14 литров, ну, дизеля приемлемо, в принципе. При том, что она в легкую, скорее всего, едет. Сколько обходится вот элементарно одно ТО? Ты проехал, допустим, 10-15 тысяч, приезжаешь поменять масло, колодки, вот все вот такое вот лабудо. У официалов не обслуживаюсь, есть знакомые, которые делают все отлично, у которых я переберывал. Последний раз я менял колодки, там, в районе 14 тысяч получилось. С запчастями, с работой с запчастями. Да, 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 да. Приемлемые, в принципе, суммы для такого автомобиля. Автомобиль 13-го года, я забыл упомянуть. Давай капот дернем, посмотрим, что там за агрегат, ты поподробнее расскажешь. Что приятно у BMW, что приятно у BMW. У них в какую машину ты не откроешь, все понятно, что где. Капот всегда на одном и том же месте открывается, все на своих местах. Ребят, трехлитровый дизель, в принципе, чисто технически, технологически, это тот же мотор, который ставился и до этого на иксы пятые. Я правильно же понимаю? Это все тот же мотор, но его больше не выпускают, к сожалению, потому что выпускать начали они не очень такие хорошие моторы. Короче, расскажи про него, что ты с ним делал и зачем. В принципе, срезали только в их, ну, там, с хлопок. Каталики. Катали, да. Срезали, чтобы не глушил мотор, все, как бы, больше, по сути, ничего не делал. Прошил. Прошили. Еще, да. Зачем прошил, чтобы быстрее ехало? Шили, да. Ну, ребят, посоветовали, говорят, если ты срезаешь, ну, смысл, как бы, не прошивать, теряешься. Нет никакого. Да. А, ребят, а что рассказывать, это дизель. Если вы собираетесь покупать немецкий автомобиль, особенно если это BMW, то крайней степени рекомендуется брать автомобиль на дизельном моторе. Потому что, как известно, чтобы тут сейчас дизлайков не накидали, бензиновые моторы, они не так хороши, как дизельные. Дизельные крайней степени хороши. Плюс бензиновые моторы, даже вот N20, достаточно хороший мотор, особенно после рестайлинга. Кстати, этот самый X1 в 84-м кузове, по ссылке в описании, можете посмотреть. Он работает, в принципе-то, по звуку, как дизель. Он тарахтит, как трактор. Поэтому смысла брать бензиновый мотор на BMW я не вижу никакого, естественно, если вы не хотите сэкономить. Потому как на вторичном рынке, будем брать этот автомобиль, не M-овский, а обычный X5, будем брать X6, в среднем на вторичном рынке 5-7-летние машины стоят 1000 на 300 дороже на дизельном моторе, нежели на какой-нибудь, если вы X6 выбираете, 4-4 бензин будет стоить 1900, дизель при этом будет стоить лям 300, железно не меньше. Потому что моторы классные и ходят они ой-ой-ой сколько. Поэтому смотреть здесь больше, я считаю, нечего. Мотор рекомендуется к покупке, как вот такой вот дурной, так же и которые по слабже версии, они офигенные. Давайте проедемся тогда. Мы решили, что вместо того, чтобы рассказывать об этом автомобиле, который вы и так все прекрасно знаете, лучше на нем проехаться и какие-то эмоции рассказать. Давайте вот так сделаем. Это в пол. Ну, ребята, этот автомобиль, в принципе, очень быстро едет. И в чем минус, я могу сказать, для дурных малолеток, которым родители покупают эти автомобили, очень большой минус. Ты когда, чем выше ты сидишь, тем меньше, чем меньше ты скорость чувствуешь. Поэтому, когда ты едешь 80, на моем вшивом Qashqai такое ощущение, как будто я еду 40. Вот ощущения вот такие вот. Звук у этого автомобиля потрясающий. В общем-то, салон, вы сами видите, он, в принципе, такой же, как на обычном X5. Естественно, у нас приборка чуть-чуть другая. У нас написано, что это M-версия, естественно. Там написано напоминание, что это, значит, 50D, что это дизельная машина. Строчку можете заметить. Но, опять-таки, вот эту всю историю вы можете докупить и в обычный автомобиль. В обычный, я имею в виду, X5. Но, тем не менее, да, в этой автомобиле это, естественно, все в базе есть. Вот мы проезжаем херовую тьму, на самом деле, вот этих лежачих полицейских. Что очень странно для меня, автомобиль абсолютно не жесткий. Он мягко проходит вот эти вот всякого рода неровности. И это очень приятно. Я клоню к тому, что если вы будете ездить по бездорожью, там, дача, может быть, у вас где-то далеко с плохой дорогой, то, проехав по такой дороге, вы не получите себе жопу в шрамах. И это, в крайней степени, хорошо. Спорт-режим, ребят, газ в пол. Мы не нарушаем, здесь можно столько ехать. В общем, товарищи, разгон, на самом деле, без эмоций невозможно. Вы получаете не только дикую управляемость BMW, вы еще получаете дикий разгон, дикие скоростные характеристики и офигенный крутящий момент дизельного мотора с тремя турбинами, повторюсь, который вам позволяет, на самом деле, с низов очень быстро ехать. Я эту всю историю, на самом-то деле, не приветствую. Я не люблю так ездить. Но вы будьте готовы, что если вы покупаете такой автомобиль, вы должны быть человеком с очень холодным мозгом, потому что разбиться здесь, блядь, два пальца. Значит, по поводу тормозов, да, здесь нет такой проблемы, как, например, Infiniti, там, QX, FX, что у них тормозов не хватает. Здесь тормозов хватает, единственная небольшая разница, их нужно прям продавливать очень сильно. Если вы давите там наполовинку, автомобиль не остановится, как вам нужно. Ну и, собственно, поехали назад, посмотрим салон автомобиля, да, более детально. Я уже сказал, что здесь сидеть очень удобно, потому что это все-таки МК, и автомобиль предрасполагает к тому, чтобы вы в нем комфортно сидели. Коробку мы ломать не будем. В общем, без ланча вот сейчас красивых девушек пропустим, особенно передняя, ближе к нам, в пол. Зачем ты держишь, да? 100. Мы замеров не будем делать, потому что мы нормальные, адекватные люди. Мы просто можете по таймлайну, когда смотрите видео, посмотреть, за сколько этот автомобиль разгоняется, если нажать газ в пол. И вот после того лежака, по-моему, там больше лежаков не будет, я нажму, и наш замечательный оператор это все делает. Товарищи, по поводу салона этого автомобиля, что можно сказать? Из отличий по отношению к обычному 70-му кузову, это, естественно, М-очные сидения, колоссально удобные, они просто неимоверные, они офигенные. Это, естественно, алькантара у нас, шильдики, все как положено. Под коленки вытаскивается вот такой валик, очень удобный. Ну, это на многих BMW можно встретить. Естественно, М-очный руль. Из того, что владелец сделал, заметьте, как красиво вот эта вот история смотрится именно с таким черным салоном. Это, естественно, он пленкой затянул, такой, как шлифованный металл какой-то черный, везде в автомобиле с элементами стокового алюминия. Крайней степени красиво смотрится и очень идет этому автомобилю. По всему остальному, это обычный, по большому счету, да, не считая каких-то мелочей, это обычный X-салоне. Здесь ничего такого неимоверного нет. По поводу тех ощущений, которые испытываешь, когда водишь этот автомобиль, особенно на разгонах, потому что он очень хорош. Кто водитель, а не кто школьники зашли посмотреть и два раза ездили на Жигулях отцовских, я могу следующую историю сказать, что таким автомобилем нужно уметь управлять, потому как, если вы водитель, вы понимаете, что бывает, когда вы пересаживаетесь на избыточно мощный автомобиль, начинаете на нем наваливать, но, к сожалению, вы просто-напросто разбиваетесь. Поэтому такой автомобиль рекомендуется иметь только людям с холодным умом и с очень хорошим опытом вождения, особенно в экстремальных ситуациях, потому что эта машина вас, она постоянно вас подстегивает надавить на газ, и у нее это очень хорошо получается. Поэтому, если вы собираетесь брать, вот такой автомобиль за 2-2,5 миллиона, убедитесь, что вы готовы к нему. Товарищи, в заключении, что хотелось бы сказать. Если понравился видос, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Чем вас больше, тем меня больше стимулирует к выпуску роликов разнообразных автомобилей, в том числе и таких дурных, как этот. Поэтому подписывайтесь, ссылитесь обязательно в комментариях, это всегда приветствуется. Ставьте лайки. Всем спасибо и удачи!